здравствуйте друзья мы сейчас покажем вам красивые места места эти свете как охарактеризовать ну-ка я я лично вожу сюда всех наших гостей просто показать но подожди но давай так скажем где будут мы сейчас едем и над нами идет хайвей 280 до привык а значит улица это называется пейджмил да и мы едем в сторону пейджмил мы едем в сторону палалта стендерский университет там правда и тут еще вот пока просто природа такая красивая вот эти поля вот эти вот поля с деревьями холмы холмы совершенно дивные во время года сейчас они зеленые а потом они это золотые методики травка выживем под зелеными это совершенно удивительное сочетание имя кто-то владеет но власти не разрешают здесь строить ничего на холмах разрешают только пасти лошадей и коров да то есть если вы хотите купить эту территорию вот вот хотите здесь что-то купить это пожалуйста вы должны будете пасти тут коровы или лошадей да совершенно дивное место вообще очень расслабленная потом впереди видите там вот далеко-далеко если вам видно это кремниевая долина вот там вся значит а здесь мы к ней только приближаемся здесь дивно здесь очень красиво олени и ручей света вот улица дир крик али улица олень его ручья олени тоже тут есть знаете раз так едешь и тут ходят до олени и здесь прям уж не знаешь куда от них деваться местами местами вот такая красота мы сейчас едем в ту сторону где цивилизация поэтому там обпадаться когда едешь обратную сторону то еще намного красивее потому что сзади еще горы никаких застроек горы за которыми океану правая пожалуйста огня кричат огня пришли с огнем пожалуйста правую полосу легко но все-таки дивно дивно здесь и сейчас цветение еще начинается время такое правда вообще вот я так люблю когда наш вот день сегодня замечательно не жарко и не холодно да и солнышко есть и в общем душа радуется направо хорошо мы уходим на улицу тоже очень красивую симпатичную который называется фут хилл экспресс-вэй она тут так можно сказать параллельно основным хайвеем может немножко камеры идет куда направо не надо ну там все эти холмы продолжается я свое время году девяносто пятом работал из компании xxerox 서류 q у них есть такой ресерт центр парк research этот попола заказать ее знания вот это вот написано нас вот этого здания я буквально в этих зданий то и работала и у меня было окно с видом вот на эти динные 지оры да здесь вообще вот где мы проезжаем вот справа то видите много таких корпоративных зданий тут много приличных компании что компания если結果 сейчас я не знаю даже сейчас они как бы сэшпи слились ну конечно да вот здесь рядышком вот там буквально за поворотом я как-то ходил там было несколько корпусов компании мвр вот ну там много там ни одна и не 2 и даже не 10 слева тоже известное место ветеранский госпиталь в общем вот вот так вот здесь очень дивные места и я очень каждый день шла на работах на празднику что до целый день им не было перед окном такая красота что конечно стимулировал я тебе знаешь что это что хочу сказать года полтора в москве я работал на выставке достижений народного хозяйства в днх если вот вендор знак как раз права вот если ты помнишь это время и там получалась такая история надо было на метро доехать до станции метро в днх дальше от станции метро до самой в днх надо было пропилить пешочком там минут не помню сколько а дальше по самой в днх там почти у самой ракеты вот этой которая там подальше было вот и каждое утро я шел на работу солнышко светило ну не запчет у меня помнится те дни когда солнышко светило может быть мы были другие но тех я не помню солнышко светило и ты идешь по этой самой в днх а еще никого не пускают фонтаны работают еще никого не пускают потому что посетители там по моему не помню с 10 там а мы шли к 9 я не помню вот и там так а уже ларечки работают какие-то там что-то не там пирожки там с повидлом продают и вообще как-то это вот все было замечательно такое воспоминание поэтому настроение поднималась вот ты как начала час горит что ты вот ехала по этой улице и заезжала на эти холмы вот а я вспомнил как я шел по выставке достижений народного хозяйства интересно эти места не обладает определенной какой-то энергетической такой силой когда я помню что даже а вот улица горького там где она приходит вот туда к красной площади туда спускает манежный там тоже было определенное ощущение вот такой вот приподнятости и чего-то то есть это вот энергетические места не случайно там раньше и собор из этого там и по кировской пройти прекрасно было и вот этого приподнятого настроения не было вот именно когда на красную площадь мимо историческому где-то вливаешься вот даже какое-то чувство было и красная площадь была дайка в самые низу туда не не просто центральную возле телеграфа да да вот там было какое-то такое чувство может быть еще на самом деле это создавалось средствами массы информации как бы исторические места там сердце нашей родины чего-нибудь такое утро красит нежным светом делся в стены древнего кремля в том что вот эта многочисленная энергетика людей которые испытывают вот такие чувства подъема передается другим людям то есть мы уже теперь знаем и грегор такой да и да мы документально теперь подтверждаем у нас есть прибор пока что люди при общении обмениваются энергетикой поговорил с одним получил часть его энергия он получил часть твоей поговорил с хорошими людьми зарядился позитивной энергией у нас есть прибор на который меняются цвета ну типа ауры типа ауры это назвать так что нельзя с прибора тоже снимается вот как бы ну во всяком случае видны изменения после общения с разными людьми это право вот поэтому если много людей приходят вот на те же самые места с каким-то настроен настроением дата это настроение передается автоматически другим людям друзья я хочу по этому поводу сказать тост значит если вы в данный момент готовы к восприятию тоста значит вот смотрите на эти места и мы вам показываем энергетически заряженную такое вот на место соответственно вся вода в вашем доме включая то что в крайне вы еще и не налили но нальете значит вся вода заряжается и все вокруг вас заряжается и вы фактически вместе с нами сейчас находитесь в в одном из прекраснейших мест кремниевой долины тут красиво спокойно богато и вообще хорошо так что вот за это и значит выпьем счастлива ты не понимаешь это же могут еще дальше тоже смотреть об 3 часа ночи тоже можно выпить можно мысленно если люди мысленно с нами то можно сказать что они выпили мы же тоже не пьем мы за рулем вообще не пьем даже когда мы поделились энергией да счастливо